Судебные приставы Конечно, вообще все, что связано с решениями судов, в которых тем или иным способом восстанавливаются права детей, конечно же, это самая основная задача и Федеральной службы судебных приставов, как и других государственных органов. И мы в этой студии всегда говорим, в первую очередь, о решениях о взыскании алиментных обязательств, но это и отобрание детей, это и порядок общения родителей, бабушек, дедушек с детьми. То есть все эти судебные решения, естественно, требуют особого внимания, причем каждая почти имеет какую-то индивидуальность. И, конечно же, акцию, которую проводим ежегодно, она всероссийская, по всей России проходит. Мы с каждым годом увеличиваем период проведения этой акции, вот в этом году она проходит с 20 мая по 10 июня будет проходить. Кроме информационного потока, которым мы хотим еще раз обратить внимание, что права ребенка, это, наверное, самое основное, что мы должны о них не только знать, не только помнить, но и не нарушать. Если уж нарушили, мы должны их восстановить тем или иным способом. И, конечно же, о проблеме алиментных обязательств. Но и акция, это, конечно же, наши рейдовые мероприятия, в которых и вы принимали участие. Это посещение наших должников, это массовые проверки работодателей, там, где удерживаются уже алиментные обязательства, правильность удержания, своевременность, перечисление денежных средств. Вот это основные мероприятия, которые намечены и проводятся уже течением. Ну и, конечно, розыскные мероприятия. Вот хочу сказать, что у нас розыск активно поработал уже за то время, которое проводим. Есть хороший результат, достаточное количество должников разыска, но они уже привлечены к административной ответственности. Кто-то из них уже предпринял попытки частично оплатить имеющиеся задолженности. То есть результаты уже есть. Ну, конечно же, работа, она каждодневная. И пока что мы не можем сказать, что вот там резко сократилось количество судебных решений, поступающих, взыскания алиментов. Пока этого нет. Есть и такая нехорошая динамика по увеличению судебных решений, как раз-таки по порядку общения с детьми, между родителями. То есть не могут, без суда договориться не могут. Да, то есть такие судебные решения поступают. И опять же, наверное, хочется отметить, что больше проблемных судебных решений там, где все-таки родители не могут пока найти вот ту точку соприкосновения, на которой остановиться. И вот это судебное решение будет исполняться нажащим образом. Только в присутствии судебного пристава, да, и возникают конфликтные ситуации. То есть, естественно, это все приводит к определенному психологическому, психологической неустойчивости ребенка, да, тем более. Да, это, конечно, травма. Да, возраст абсолютно разный, да, детей. Это есть более осознанные там старше десяти, но есть совсем маленькие детишки, да, там и 3, и 4 года, и 5. Когда ребенок, в принципе, не может еще понять, да, там, с кем ему хорошо, с папой или с мамой, да. А здесь еще все это происходит там в присутствии людей в форме. Вот скажите, наши постоянные напоминания, постоянные разъяснения тем же самым должникам по алиментам, они приносят какую-то свою отдачу? Нет, хочу сказать, что все равно из года в год мы наблюдаем увеличение именно того количества исполненных производств, где должники приступают к исполнению своих обязательств. Да, не всегда сразу уплачивается вся задолженность, но они приступают к уплате текущих алиментов. Вот это наблюдается ежегодно, то есть динамика таких исполненных производств увеличивается. Ну и плюс еще специальное решение у вас, когда изымается тот же алимент. Конечно, конечно, есть и те меры, которые на сегодняшний день, они, конечно же, играют роль, мы говорили и об ограничении специального права, когда все-таки лишается вообще правоуправления транспортным средством. Либо, да, мы здесь говорили уже об этом, что либо он трудоустраивается уже официально, и здесь мы получаем возможность удерживать алиментные обязательства, где он работает в качестве водителя, но удерживаются алименты официально, где мы можем прийти проверить эту работу дателя, а не тогда, когда они там где-то халтурят или что-то еще делают, да, и это ничем не фиксируется. То есть, конечно же, те законодательные меры, которые на сегодняшний день предприняты, они приносят свои плоды. Ну и вот этот информационный поток постоянный мы стараемся освещать в соцсетях, да, как негативные обстоятельства, да, это привлечение к уголовной ответственности, да, и к административной ответственности, так и те положительные примеры, да, когда должники действительно, понимая, да, что вот он, к нему поступило судебное решение, на него возложена обязанность, и он предпринимает все меры для того, чтобы алиментные обязательства уплачивались в полном объеме. Существуют ли какие-то волевые, скажем так, решения относительно трудоустройства того или иного должника, ну, который всегда отвечает на все вопросы, а я не работаю, я без работы. Мы в этом году, вот, уже первое рабочее совещание провели, да, с правительством Тверской области, как раз-таки сейчас в проекте соглашение, именно направленное, нацеленное, да, на то, чтобы поработать плотно, совместно, да, на территории субъекта, именно с теми должниками, кто у нас не может трудоустроиться по тем или иным причинам. Мы здесь будем работать не только с органами занятости, да, еще и с Министерством социальной защиты, и с Минздравом для того, чтобы, может быть, необходимо провести какие-то профилактические меры медицинского характера, да, для того, чтобы должник в будущем мог трудоустроиться. То есть такой комплекс мероприятий, скажем так, профилактики, ну, и, наверное, может быть, какой-то реабилитации, да, должника для того, чтобы он приступил, да, вступил в нормальную жизнь и приступил к оплате алиментов. Давайте напомним еще раз, в каком случае нужно обращаться к вам по тем же самым долгам по алиментам? Если есть уже исполнительный документ, потому что мы можем работать только с исполнительным документом, исполнительным документом может быть либо судебное решение, да, при обращении в суд, либо это нотариально удостоверенное соглашение. Если ранее, допустим, оно исполнялось, но по каким-то причинам прекратились выплаты, также к нам можно обратиться с этим материальным удостоверенным соглашением, и мы уже в принудительном порядке будем взыскивать алиментные обязательства. Если вы обратились в суд, теперь можно самостоятельно не идти к нам, вы в суд пишете ходатайство, что просите направить исполнительный документ в электронном виде, он к нам поступает, это судебное решение, и мы начинаем заниматься. И все, у вас открытая дорога для исполнения этого документа. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Надежда Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok